Ростов Тайм 3 Пока Ростов не радует своих болельщиков, будем надеяться на изменение ситуации. Сегодня у вас будут собеседники. Сегодня мы попытаемся вернуться к тому формату программы, который был изначально задуман. Ваш вопрос, наш ответ. Я причисляю себя к членам клуба Ростов, поскольку болею за команду и не приемлю. Абсолютно не приемлю. Критику да, но критику нездорового толка я лично не принимаю. Я всегда руководствуюсь формулой лежачего не бьют, а помогают ему подняться. Наша с вами задача помочь нашей команде все-таки приподняться над тем местом или тем положением, которое Ростов занимает. Всегда, когда чувствуешь поддержку зрителя, поддержку болельщика, я сама играла в баскетбол, знаю, что это такое. Всегда и ответственность больше, и желание больше, и результат, поверьте, выше. Мы попытались сегодня поговорить с вице-президентом клуба Александром Шикуновым. Он в Москве, мы вышли на него по скайпу, хотя Меодрак Божевич не отказывался появиться в нашем эфире. Однако программа Ростов Тайм 3 решила не мешать тренировочному процессу, знаете, так по-простому, нелитературно выражаясь, не дергать команду. Такой сложный период. Итак, у нас на связи Александр Шикунов, вице-президент клуба. Обидное поражение, равная игра, но один момент мы упустили, сказался класс Курани, да, пустили гол и, к сожалению, не смогли ответить тем же, забить гол. Поэтому при равной игре, при равной игре, при ничейной, мы все-таки упустили эту игру. Обидно очень. Бывает все, на уровне Курани тяжело с такими нападающими играть. Все-таки человек опытный, высокого класса нападающих. Момент этот упустил, что сделаешь, футбол, все бывает, мы это понимаем. Высокого класса нападающих, такие моменты он и ловит. Не только Дьяков против него там упустил, его упускали, пол Европы, пол страны нашей. Человек забивает, ну, что сделаешь. Самое главное, что была отдача полная, вот то, что меня порадовало в игре с Динамо. Люди полностью выложились, да, но чуть-чуть не хватило. Где-то класса, где-то везения. Но самое главное, что они после Волги сделали правильные выводы, и уже совсем другой подход к игре было, отношение к игре. Отдача, все было по-другому. Я понимаю волнение болельщиков, мы сами переживаем за это, да. К сожалению, игра ключевая с Волгой, мы подошли к ней не в том состоянии, в каком нужно было. Проиграли эту игру, это, конечно, мы извиняемся перед болельщиком, и перед всеми, кто за нас болеет. Но ничего страшного нету, еще 8 куров впереди, мы ситуацию будем исправлять, и приложим все усилия, чтобы вылезти с этой ситуации. Каким образом будем показывать хорошую игру и набирать очки? Ничего страшного, ничего страшного. Чемпионат показывает, что сейчас надо подходить очень серьезно с полной отдачей к каждому матчу, и тогда будет результат независимости. Спартак, Волга или там, Алания, надо полностью отдаваться, и у нас очень крепкая команда все равно, я считаю, и все в наших руках. Лазович набирает потихоньку форму, мы знали эту проблему, да, знали эту проблему. У Лазовича все-таки был большой промежуток без игровой практики, мы это понимали. Мы думаем сейчас, Лазович, к этим матчам уже будет другой Лазович, тот, которого мы, в принципе, все знали. Поддержал нас, попали в тяжелую ситуацию, он нас поддержал, поддержал, да, Сергей Иванович. Так что все нормально, пообщались, футболисты свои проблемы высказали, свои какие-то недовольства. Так что нормально, откровенный, честный разговор, все довольны после того, после этого разговора было совсем другое настроение на «Динамо». И думаю, в дальнейшем, ну, не готов, ни о коронку, а не хочешь еще, это уже как бы Меодрага позиция, да. На данный момент в центре поля, где играл «Кочешь», там играет и Шишуков, и Гацкан. На сегодняшний день, на сегодняшний день, готовность их и состояние, позже очевид, что они лучше. С тренером мы не ошиблись, это высокого уровня тренер, он не раз доказывал свою состоятельность как тренер во многих командах. Так что они должны понимать, что команда только строится. Команда собралась в том году в июле, да, команда только строится первый год. Так что мы не можем приобретать там за большие деньги, за большие, большие трансферные футболистов, у нас нет таких возможностей. Поэтому в таких возможностях, в Кожеве, строят все-таки хорошую команду, я считаю, и будет все нормально в дальнейшем. Будет добротный такой, средний коллектив, вот как на сегодняшний день мы видим это все. Мне хотелось бы в первую очередь, чтобы болельщик пришел на футбол, потому что приедет большая армия спартаковских болельщиков. И чтобы мы не выглядели как в гостях, хотелось бы, чтобы наш болельщик пришел на футбол, все-таки футбол это праздник. А мы постараемся его порадовать игрой. А вот самое главное, чтобы хотелось, чтобы пришел болельщик в стадион и болел за нас. Нам на сегодняшний день помощь болельщиков, поддержка очень необходима. Мы будем до последнего играть, и мы уверены, что мы вылезем с этой ситуации. Мы благодарим Айсан Юрьевича за вот такое интервью. Правда, качество не очень, но это скайп. Наверное, все было понятно. У нас в гостях сегодня директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг. Прошу вас, пожалуйста, проходите. И Михаил Осинов, человек, которого мир болельщиков Ростова, и не только Ростова, любит, помнит, уважает за великолепную игру, за замечательные капитанские качества и человеческие тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Если хотите, Леонид Трахтенберг, мы можем вернуться к «Динамо» несколько слов. Миша, вы смотрели? Да, смотрел эту игру. Что вам показалось, вот на ваш взгляд? Ну, если честно, если честно говорить, да, что погода была чуть-чуть, наверное, не футбольная. И, наверное, на первый взгляд, на самом деле, выходили стандартные положения. Я думаю, именно Ростов нарывался на этот угловой. Александр Юрьевич уже про это и сказал. Это единственный, наверное, момент был у «Динамо», который все-таки все равно нападающий, высококлассный. Именно достаточно было одного раза ему, чтобы использовать на 100%. В принципе, больше моментов, наверное, не было у ворот Ростова. Именно, я думаю, что по такой погоде выходили стандарты на первое место, что Ростов, наверное, и знал до игры. Но все-таки не смогли они сами себя уберечь от этого. Леонид Трахтенберг, со стандарта это же не первый такой гол, да? Да, ну не первый, но тем не менее, не будем забывать, что Кевин Курани – это Кевин Курани. У нас таких, скажем прямо, нападающих такого класса нету. А в этом плане действительно очень важны были стандарты, потому что забить с игры в эту погоду, когда говорят про такую погоду, что хороший хозяин собаку на улицу не выпустит, пожалеет, да? Ну вот футболистов выпускают при любой погоде. И я вам должен признаться, что игра была ничейной. То есть это должна быть нулевая ничья, потому что забить мяч, когда тебе в глаза летит снег, а метель была очень приличная. Когда метель, видно было, наверное, да. Но я стоял рядом с кромкой поля и ощущал это на себе, когда вообще пробирает насквозь. И действительно показать хороший футбол было сложно. А вот показать все, на что ты способен, то есть отдаться игре, вот в этой, даже при этой погоде, это было реально. И вот наши футболисты, так же как и динамовцы, на мой взгляд, выложились на все 100%. А если люди выкладываются на все 100%, если даже они проигрывают, они не заслуживают упрека. Поэтому на Западе ведущих футбольных державок, я не раз присутствовал на игре, когда команда уходила на перерыв, проигрывая 0-2, а после финального свистка проигрывала 0-4, а болельщики стоя ей аплодировали. Я сначала не мог понять, в чем дело, а потом мне объяснили. Дело в том, что люди выложились и играли, стояли насмерть. И за это они заслужили аплодисменты. Понятно. Но нам бы тоже очень хотелось, чтобы мы, так сказать, слышали аплодисменты наших трибун, даже тогда, когда клуб проигрывает. Миша, часто это бывало с Ростовом? Когда вы проигрывали, вот ваше время, а вам аплодируют. Ну, бывало, но не очень часто, конечно. Потому что все равно, на самом деле, на первое место выходит борьба, качество. Когда ты выкладываешься на все 100%, болельщика не обманешь. Болельщик все видит. Тем более, ростовский болельщик. Мы посмотрели видеоматериал 2005 года. Вы играли, по-моему, с Териком. Насколько я помню. В ваше интервью вы сказали, не важно, как мы сегодня выиграли. Мы выиграли. Самое главное. Сейчас, мне кажется, Ростов именно тоже в такой ситуации находится. Сейчас очки выходят на первое место. У нас сразу начать с этой темы или после рекламы. Давайте, наверное, после рекламы. Произошел трагический случай. Мы все-таки поговорим еще минутки-две о футболе. А потом поговорим о болельщиках. О том, что может произойти и что совершенно нежелательно. Спрашивать о настроении на «Спартак»? Вы на тренировках находитесь уныния после 13-го места. После поражения от «Динамо» «Волгу» вообще вспоминать не хочется. Есть? Да нет, я бы не сказал, что какое-то уныние. Наоборот, люди работают, отдаются. И я думаю, как правильно говорит Меодрак Божевич, матч с «Динамо» – это уже история. Опять же, если брать в пример такие клубы, как «Реал», как «Манчестер Юнайтед», как «Интер» и другие итальянские клубы. Я уже не говорю о бразильцах. Бразильцы, например, как говорил мне Роберто Карлос, уже в раздевалке, независимо от результата, чуть ли не поют и танцуют и думают уже о следующей игре. А что касается клубов, которые я говорил, и представителей тех стран, о которых я упомянул, то я не могу сказать, что они в раздевалке уже говорят о следующей игре. Но, по крайней мере, на следующей тренировке они не вспоминают прошедшую игру. Понятно. Но вот у нас живой пример. Миш, вы долго переживали тогда, после поражения? Ну, к сожалению, я не могу сказать, что я как бразилец, да, я проиграл, и тут же все же будет. Я знаю, у вас сын поет и танцует вместо вас. Один, конечно, большой плюс в футболе есть, что на самом деле ты сегодня проиграл. Ну да, конечно, например, я дольше, конечно, переживаю, но у меня через неделю есть точно такой же шанс реабилитироваться, и то, чтобы у меня было отлично, прекрасное настроение. Этим прекрасен футбол, что буквально за неделю у человека может поменяться настроение. Вначале был вроде как ты переживал о чем-то, а через неделю ты на коне, на высоте, про тебя говорят опять все хорошее. Тем более сейчас ближайший матч у Ростова – это «Спартак». Как мы все знаем, что со «Спартаком» Ростов в последнее время вроде бы играет как неплохо. Тем более все есть в ногах и в голове у футболистов. Сколько раз вы выигрывали у «Спартака» дома? Ой, у «Спартака» ну, не знаю, наверное, раза два-три. Три? А проиграли, наверное, больше. Да. Нет, жалко, что в финале Кубка проиграли. Просто после таких матчей, и потом приятно брать газету, когда команда выигрывает, и смотришь, читаешь, что Ростов преподнес такой подарок, люди там на работу идут с другим настроением. То есть всю неделю люди только про это и говорят. Конечно, если ты проиграл, то ты и сам понимаешь, что ты принес людям, может быть, на ракету печаль. Значит, я пытался дозвониться вчерами Драгу Божевичу, телефон молчал напрочь. Но сегодня он позвонил и сказал, что готов пообщаться с болельщиками. Жаль только, что время тренировки наложилось на время эфира. Не он не может отменить тренировку, поскольку «Спартак», вот он практически на носу. А мы эфир тем более не можем перенести, поскольку, ну так, телевизионная сетка работает, и вы привыкли, наверное, ко вторникам. На две минуты мы прервемся. На прошлой неделе был, или трагически погиб, наверное, так, Александр Терехов. Он любил команду, он за нее болел. Если у нас есть возможность, покажите фотографию. Леонид Иванович, разверните, пожалуйста. Вот он, Саша Терехов, ему 20 лет. Сегодня говорили о том, что нужно найти виновных. Нам пообещали это сделать, полицейские, насколько я понимаю, Миша. Да, мы сегодня были в футбольном клубе «Ростов». Там собирались фанаты, то есть их выдвиженцы были господа полицейские. И то есть сегодняшний этот разговор именно состоялся по поводу вот этого трагического случая. Я бы тоже хотел, безусловно, выразить свое соболезнование, потому что, ну, это на самом деле, это горе родным и близким. То есть, ну, здесь никак словами нельзя просто это как-то передать. И что касается футбола, да, то пишут везде в интернете, что это какой-то, может быть, там, что как-то расизм, да, там что-то там вот как-то вот связано с другими людьми. Я бы не хотел так, наверное, говорить, потому что футбол, наверное, это не имеет никакого отношения. На самом деле, я думаю, что сейчас то, что в интернете пишут, там нужно пройти Димаш сделать. Самое главное, мне кажется, сейчас разобраться в этом случае, что произошло, чтобы виновные были наказаны, чтобы, на самом деле, справедливость восторжествовала. И, наверное, самое главное, чтобы 6-го числа футбольный клуб Ростов, наверное, преподнес победу в честь этого мальчишки. Я думаю, что втягивать вот массы болельщиков, видимо, этим пытаются заниматься, где-то там в Москве, не знаю, вряд ли стоит. Ростов спокойный город, и действительно, болеть за свою команду, это не означает бить или убивать ближнего. Посмотрите, сколько случаев вообще в мире. Случай в Египте, да, произошел, когда они были приговорены к смертной казни, болельщики, по вине которых 70 человек, по-моему, погибло. Да, и футбольный клуб, конечно, присоединяется вот к словам, которые только что были произнесены. Это действительно для родителей тяжелая утрата 20 лет, и для близких, и для друзей, для всех. И для, я бы сказал, для фанатского сообщества. Я надеюсь, что когда-нибудь, вот, я сказал, фанатское сообщество, я имел в виду и ростовских болельщиков, и спартаковских, и армейских, и думаю, что когда-нибудь они объединятся и будут действительно представлять из себя сообщество. Надо сказать, что футбольный клуб собирается объявить минуту умолчания, и, конечно, он переживает вместе с близкими погибшего, и вместе с близкими и родителями Никиты Коплиева, который сейчас находится в больнице. И вот наши игроки, и вся команда, все те, кто работают сегодня на благо Ростова, включая работников клуба, желают Никите скорейшего выздоровления. И я думаю, что футболисты, если он будет находиться по-прежнему в клинике, то я думаю, что мы приедем обязательно и навестим его для того, чтобы пожелать скорейшего выздоровления, вот так вот, глаза в глаза, что называется. Вы знаете спартаковских болельщиков? Мне не кажется, что они настолько агрессивны. Да нет, я знаю спартаковских болельщиков. То есть давайте так рассуждать, мы их подразделяем, да, на болельщиков здоровых и... Я вас понимаю, о чем вы говорите. Я знаю многих спартаковских болельщиков, которые действительно любят футбол и приходят на футбол. Но есть люди, которые приходят на футбол, но если вы спросите у них, какой счет или кто забил в этой игре, они будут долго думать, но не ответят вам на этот вопрос. Но таких людей мы ни к фанатам, ни к болельщикам отнести не можем. Кстати, я в 79-м году был на матче, на очень памятном матче, который Спартак проводил в Ростове. И Спартак выиграл тогда... А Миша играл тогда? В 79-м, к сожалению. Да, я прослушал. Нет, и Спартак в этот день стал чемпионом. Это была победная для Спартака игра. И надо сказать, что ростовские болельщики аплодировали Спартаку за хорошую игру, аплодировали ростовчанам за то, что они тоже самоотверженно сражались за победу. И, кстати, тогда была, ну я не скажу, может быть, одна из первых, но, по крайней мере, небольшая группа фанатов Спартака приехала из Москвы на этот матч. Это не было принято, это не было традицией. И я помню, что мне по первое число досталось в Центральном комитете партии, потому что мне сказали, зачем вы пропагандируете это фанатское движение, вообще, каким образом эти люди добрались до Ростова, на какие, значит, деньги они поехали, они должны были работать или учиться в это время. Вот такое было время. Сегодня фанатское движение свободное, сегодня можно перемещаться, сегодня можно ездить, мы освещаем это. Главное, чтобы фанатское движение все-таки больше думало о футболе. О футболе, да, конечно. У нас каждый раз с приездом именно спартаковских болельщиков начинается вот такой нервный ажиотаж какой-то. Потому что их много. Я помню все годы. Но зенитовцев тоже много. Один, наверное, из самых сильных, наверное, там, фанатское движение Спартака, потому что, ну, вот они приезжают, они не приезжают по 200, по 300 человек, приезжает их не одна тысяча, поэтому, чтобы соблюдать порядок. А сколько ожидается в этот раз, никто не знает. Около двух тысяч. Две тысячи, сказали, уже Фродонов. Да. Да, но это 1600 по квоте, просто обязаны 10% соперникам, хочешь не хочешь, отдать. И еще, я думаю, спартакские болельщики, конечно, изловчатся и достанут еще билеты на другие сектора, не на фанатские, а на другие сектора. Но я убежден, что этот матч пройдет под эгидой победит сильнейший, и это будет праздник футбола, и никто не посмеет его омрачить. Разговаривал сегодня с лидерами фанатского движения, вот тоже мы присутствовали, Михаил был вместе, были, да. Они сказали, что то, что пишут в интернете, мы к этому не имеем никакого отношения, то есть и фан-сектор спартаковский тоже вроде как, это просто, это кто-то хочет раздуть на этом вот горе, то есть как-то все это сподвинуть в футбол, в другое русло, чтобы, может быть, что-то какое-то продолжение было. Ну да, разыграть свою карту. Ребята фанаты стали и сказали, что нам это не надо, мы хотим почтить его память по-другому. Понятно. И настрой на спартак. Ну уж так, вот у нас осталось всего пара минут эфира. Мы приготовили для болельщиков такое напоминание о тех временах, когда Михаил Осинов выходил на поле. И один из болельщиков по имени Виктор написал, небольшой фрагмент посвящается болельщикам Ростова, но это вот через минуту, я думаю, если режиссер меня не поправит. Не буду спрашивать ваш прогноз на матч со Спартаком. Хотелось бы, чтобы вы обратились к болельщикам, вот та минута, которая у нас есть эфирная. Ну, я уже говорил, хотелось бы, чтобы этот футбол был праздником. Хотелось бы, чтобы он был праздником, независимо от результата. Хотя, конечно, хочется, чтобы этот результат был в пользу ростовской команды. Потому что победа нам нужна как воздух. Победа нам, пожалуй, сейчас нужнее, чем Спартаку. Миша. Я бы хотел сказать, что в таком матче, наверное, на первое место выйдет, безусловно, самоотдача, везение. И, безусловно, поддержка фан-сек. Триблун, да. Потому что я сам играл тоже, я знаю, когда тебя поддерживают. На самом деле, это не громкий слава, 12-й игрок. А это именно так и есть. Я очень бы хотел, чтобы мы своей любимой команде именно 6-го числа помогли одержать победу. Спасибо. Ну и болельщики, вспоминайте, как это было. Болельщики, диагноз и ярлык. Без нас футболу стало быть герды. Но если для футбола мы полезны, чего ж тогда такие мы? Полезные мы не торсида. Не тифозифа мы, не злыдни мы, не хулиганы хамы. У нас в груди так издавна ведется, Как в поле мяч, тугое сердце бьется. Порой рычим, но никогда не блеем, Гуляем тихо, мирно по аллее. Но если надо, так с трибун одобреем, Что все поймут, кто мы и чем болеем. Не задержишь от нас!